Здравствуйте! Новости спорта на телеканале Аликс. В Португалии Европейский союз Тэквондо ВТФ провел 19-й чемпионат Европы среди юниоров, в котором принимало участие 418 спортсменов из 45 стран Старого Света. Сборная Украины заняла пятое общекомандное место. В связи с этим состоялась итоговая пресс-конференция, на которой тренеры и спортсмены поделились своими впечатлениями. Взагалі було зайовано п'ять медалей, і одна золота, одна срібна, і три бронзові медалі. Тому вклад Запорізької області дуже важливий в загальну перемогу українських спортсменів. В составе сборной Украины находились два представителя Запорожья. Воспитанник спортивного клуба «Мотор Сич» Владислав Карабохин, тренер Андрей Яковлев і подопечна Юрия Бабака Александра Плецкого Юлия Міюц, представительниця «Бюсуша Мастер Сич». В весовой категории до 45 кг Владислав Карабохин одержав две победы над спортсменами из Болгарії і Молдовы. Завоевал бронзову медаль, уступив испанцу, который стал впоследствии чемпионом Европы. В весовой категории до 68 кг единственную бронзовую женскую медаль на этих соревнованиях в копилку украинской команды принесла Юлия Міюц. Эти соревнования выдались и уроком, и опытом, потому что выехал первый раз и без тренера, без родителей в составе сборной. Справился с задачей, слушался и тренера. Слушался. Выступил очень достойно. Так что я как бы рад и подготовка, и наша сборная Запорожской области, которая действительно принесла две медали в украинскую копилку. Две бронзовые медали юниоркского чемпионата Европы запорожских дебютантов на таком уровне соревнований дают оптимистичный настрой на 2014 год, когда юношеские Олимпийские игры пройдут в Китае. Футбольная команда «Металург Ю-19» одержала две выездные победы. В первом матче запорожцы нанесли поражение своим сверстникам из Севастополя со счетом 3-2, а в гостях обыграли «Луганскую Зарю» 2-1. После 11 туров «Металург» занимает третью позицию турнирной таблицы, набрав 19 очков. Состоялись игры 24-го тура чемпионата области по футболу среди аматорских коллективов. В шести сыгранных матчах сенсации не произошло. Лидеры прогнозируемо взяли свои очки. Мелитопольский клуб в тяжелом матче вырвал победу у бердянских футболистов со счетом 3-2. Вектор в сухую 5-0 разгромил футбольный клуб «Братская». Еще три поединка подряд закончились с одинаковым результатом 3-0. Таврия «Интам» обыграла представителей «Токмака». Но у Николаевской «Таврия» была сильнее команды «Руслан». И «Таврия-Скиф» нанесла поражение Пологовского «Минералу». Футбольный клуб «Днепр» уступил студентам Спартака КПУ 1-2. По итогам 24-го тура на первое место вышел «Вектор» – 62 очка. На втором месте «Мотор» – 53. Третье место у мелитопольских футболистов – 52 пункта, но три игры в запасе. В Польше прошел турнир Гран-при по сумму класса А, где участвовали представители 15 стран мира. В весовой категории до 85 килограммов первое место занял Станислав Тилинин. Он провел четыре боя. Финальные встречи выиграл у чемпиона Европы 2012 года. У запорожских борцов существуют достаточно хорошие перспективы. За время работы Федерации сумо в Запорожской области, а это полтора года, подготовлены три мастера спорта и один мастер спорта международного класса. Это были все новости спортивного четверга. Всего доброго. До свидания. Партнер нашей спортивной редакции – страховая компания «Аранта Сич». Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин